Сегодня с вами говорим про топ базовых привычек для здоровья. Здесь все просто. Если вы это выполняете, то, пожалуйста, прям это реально вам поможет. Пожалуйста, поддержите мой канал и напишите, возможно, что вы уже используете для вашего качества жизни. Почему я говорю об этом? Потому что есть вещи, которые реально гарантированно улучшают вашу нервную систему и физическую форму, что вместе связано. Чуть больше времени, внимания к себе, и вы поймете, наконец-то, что вы самый главный человек в своей жизни. Маленький нюанс, о котором все забывают. Здоровье вернет вам отличную форму абсолютно естественным образом. Нет, мне многие пишут, так не работает. Начинать надо с умеренности. Нет, во многом надо много прям внырять. Первое. Естественные усилители организма. Что поддержит все? Минус сахар и искусственные подсластители. Это прям база, которую нужно знать. Я считаю, что это основа. Второй момент – спокойствие. Если вы постоянно в стрессе, а стресс происходит внутренне, органически, да, и физически, когда вы сталкиваетесь с какими-то триггерами. Параллельно практикуйте концентрацию внимания и просто, есть такой фокус-момент, это просто релакс, тейки, ризи по любому триггеру. Потому что стресс способен вызвать метаболические, аутоиммунные проблемы даже у тех, у кого их в принципе не должно быть. Вставайте. Но это вообще ключ ко всему. Когда мы целый день сидим или что-то там происходит, наш организм не создан для этого. Поэтому прогулки на свежем воздухе – это супер важно. Заводите… Кстати, мне пишут обычно про питание. Употребляйте живые кисломолочные продукты. Кто может, конечно. Это не для всех. Давайте не будем сейчас у кого-то какие заболевания ЖКТ рассматривать. Буквально 50 мг в день. Можно и больше. Вообще любые ферментированные продукты хороши. Недавно я приводила ссылку и материал о них. Могу повторить как-нибудь. Ориентируйтесь на органик. Максимально здоровая продукция. Органическая курица, органические яйца, сыры, овощи, ягоды. Если вы едите что-то с пестицидами или с гормонами роста и другими вещами, это же растет, грубо говоря, в вас. Мы уже недавно, кстати, поднимали вопрос о том, где брать качественные продукты с вами. Потому что это база. Можно сколько угодно слушать диетологов, вот этих всех эндокринологов. Вот это ешьте, нет, вот это. И пошел человек, купил себе курочку, например, с гормоном роста. И начинается новообразование, кистозные какие-нибудь. В общем, очень важен производитель и качество. Прекратите просто визуализировать, начните действовать. Это простое правило, даже мое. Сон. Перед сном никаких гаджетов, телевизоров, ютуберов. Просто реально отдыхайте. Выбирайте для себя прям отдых. Еще один момент. Будьте заняты и оставайтесь максимально задействованным в социуме. Это тоже вас очень поддержит. Еще один момент. Это обнимашки. Это мой лайфхак. Если что-то не так, пойдите к кому-нибудь пообнимайтесь. И все пройдет. Еще один момент. Это помните об источниках коллагена. Холодцы, хрящики, кому-то желатин. Можно добавлять коллаген кому-то перед сном. Потому что коллаген у многих после 25. Кто меня смотрит, уже с ним начинаются вопросики. Еще один момент. Это смотреть на небо хотя бы из форточки, если вы не гуляете. Так организм синхронизируется с природой. Улыбаться понятно, но это не всегда получается. Но у кого-то получается. И момент всегда, когда... Вот у меня есть такая простая практика. Есть люди, которые придерживаются определенного графика питания продуктов. У меня всегда к ним вопрос. Если вы выбираете что-то, и оно, например, некачественное, или вы видите, что с ним что-то не так, откажитесь. У меня была сегодня клиентка, и она говорит, вот я привыкла пить кофе. Я говорю, ты пила его? Ну, то есть она говорит, я почувствовала, что оно было некачественное. И она говорит, да, я пила его, я по привычке, по автоматизму. Вызвала, ну, разное нехорошее состояние с желудочно-кишечным трактом и так далее. В общем, бывают автоматизмы, которые человек не регулирует. И иногда этот автоматизм может привести к тому, что несколько дней придется разгребать. Поэтому каждый, каждый свой момент постарайтесь быть в осознанности, в сознании, в включенности. Надеюсь, я understand. Подписывайтесь с вами, Алена. И знаете что? Поделитесь, пожалуйста, своими лайфхаками, которые действительно поддерживают вашу жизнь и активность.